Heads or tails. Орел или решка? Если выпадет Орел, то я расскажу вам о грамматических ошибках ведущих одного очень популярного шоу. И вам все равно не видно, что у меня здесь выпало. Встречайте выпуск об ошибках ведущих потрясающего нашего любимого шоу Орел и Решка. Что же здесь не так? Леся интересуется тем, что происходит в этой местности в данный момент. Какое время мы используем, когда говорим о чем-то, что происходит, ну, прямо сейчас, в данный момент? Конечно, это present continuous. Срочно вспоминаем, как это время образуется. Значит так, это глагол be в своих формах and is are и глагол с окончанием ing. Получается, что правильно сказать. Очень частая ошибка у тех, кто еще не в совершенстве овладел английским, это путаница в употреблении good и well. Запомните, что good это прилагательное, и оно используется, когда нужно дать больше информации о существительном. Переводится как хороший, приятный. Ну, например, she is a good girl. Она хорошая девочка. А вот well используется в функции наречия. Мы используем well, когда нужно дать больше информации, внимание, о глаголе. Переводится как хорошо, прямо как в нашем случае. Регина описывает то, как она работает. Поэтому нужно использовать наречие well, хорошо. Получается правильный вариант. А вот здесь есть такая небольшая загвоздочка в построении вопроса. Давайте вспомним, как образуются вопросы, которые начинаются с вопросительных слов. Ну, или как в народе их называют, специальные вопросы. Сначала идет вопросительное слово или вопросительная фраза. В нашем случае what kind of apartment? Потом вспомогательный глагол. Но только если это не вопрос к подлежащему. А потом уже подлежащее и сказуемое. Таким образом, Регина незаслуженно пропустила здесь вспомогательный глагол do. Кроме того, мы говорим здесь о видах апартаментов. Соответственно, нам нужно добавить окончание s к слову apartment, чтобы у нас получилось apartments. Получается. What kind of apartment do you have? Эй, псс. Да-да, это я тебе говорю. Все еще кусаешь локти, что не успел купить биткоины. Побереги силы. Заходи на Puzzle English. Подключай опцию личный план. Выполняй задание и зарабатывай новую, быстро набирающую обороты валюту пазлики. Что можно купить на ваши дурацкие пазлики? Уже предчувствую я ваш неподдельный интерес в комментариях. Да у нас для них есть целый магазин. На пазлики можно купить еще больше занятий по личному плану, чтобы заработать еще больше пазликов. А потом обменять их на дни абонемента, тренировок слов, сериалов. Или подкопить как следует и вложиться в бизнес-курс Puzzle Academy. Или в курс о путешествиях. Или в метод титчера. Или в детский метод титчера. Черт подери, ты еще здесь? Иди скорее майнить пазлики, пока их курс не подскочил выше биткоина. Нажимай на значок в этом углу экрана и переходи на сайт Puzzle English. Ну уж нет, слово number здесь точно не подходит. Вы скажете, ну что за занудство, ну ведь number это и есть номер, все правильно она говорит. Ведь она забронировала номер в хостеле. Только вот загвоздочка состоит в том, что номера в отелях и хостелах никогда не называют number. Чаще всего говорят room, а вот number это число, номер или цифра. А еще не стоит забывать, что мы говорим о прошлом. Поэтому к глаголу reserve нам нужно добавить окончание ed. Получается, что лучше бы было сказать Обратите внимание на этот вопрос. На первый взгляд может показаться, что здесь все правильно, но нет. Do know это уже вопросительный порядок слов, при котором мы вынесли do в начало предложения. А что это значит? Это значит то, что дальше должен идти прямой порядок слов, как в утвердительном предложении. Получается Леся верит пилоту, и это очень хорошо. И вы мне поверьте, что говорить I'm или I am здесь не стоит. Для начала давайте вспомним, когда в настоящем времени present simple мы используем to be в своих формах am и is are. Правильно, только если нет глагола действия в предложении. Например, Она смелая, действия никакого нет. Так что мы используем здесь is. Или Я ленивый, тоже никакого действия. А тут Леся верит, доверяет. Trust пилоту. Поэтому нужно просто сказать Советую перейти по ссылке на Puzzle English. Зарегистрироваться, если вы еще не с нами. Выбрать упражнение себе по душе. И учить английский с удовольствием. С вами была Настя. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова